Но у них очень сильные противники на пути, поэтому там дальше будет видно, что да как. Ну и, собственно, тем временем закончился пик. Итак, у нас Virtus.pro забрали себе Phoenix Last Pick'ом, что довольно-таки интересное решение против милишников, да и, в принципе, против героев IG, у которых действительно хорошо разбивает вот этот вот его ультимейт, разве что гирокоптер. Воу! Очень жесткие лаги. Замечательный ФБ от ВП. Тусик пожадничал, хотели вообще две руны отжать они, но так лучше всего и не делать. И наказали за наглость. Ну, с одной стороны необычный, потому что молнию пофиксили, с другой стороны, но все равно как-то диаболики качать тяжело. Снизу Иллидан все-таки забирает вышку, сразу три ТП, но зацепить его не удается. Хотя не будем делать преждевременных выводов. Пытается он убежать, вся команда на подкрепе. Иллидан выходит, дает станчик, но Алхимик заряжает в него банку. Выкидывает, довольно-таки рано. Стан от Тускара. Лишак дает стан, квапа, ультимейт, икси забирают. Падает также Иллидан, Алхимик под ультом вытанковывает. Но как же больно Алхимику, вешает солнце. Фобос. Падает Баунти Хантер. Солнце должно взрывать гирокоптера, но гирокоптер живет. За счет Грейва воруют у нас молнию. Забирают Феникс, падает гирокоптер, остается Лил. Помогает здесь Готт и забирают в итоге. У нас Чуана, трипл килл для Лишака. Очень хороший фарм для этого героя. И приобретет он как раз себе немножко итемов. Смотрим Fight Recap. Виртус Про на 600 золота больше, на 200 хп больше заработали. Хороший размен. Потрясающий размен. Просто все команды бежали на помощь Лидана. А Ижи же, в свою очередь, вообще походу не поверили, что могут его догнать и как-то там разобрать. И дали себе свои нюки намного раньше. ГЖ. Здорово. Он еще так развернулся, спрятался, подождав своих тиммейтов. И как раз таки не ожидали его увидеть настолько рано. Думали, что он все-таки будет убегать. Но, тем не менее, получили все-таки не так много. Инвиктуз Гейминг. Нету еще шестого левела у Баунти Хантера. В этом самая большая проблема. Будь у Баунти Хантера шестой, Вертус Прос сейчас бы ушли очень далеко по фарму. Вперед. Но, как мы видим, по графикам удалось где-то... Ну да, приличный-приличный отрыв. И Смог. И вот он, китайский Геррокоптер, идет дальше. Смог атака. Поскольку у Квапы кулдаун ульта. Это одна из главных, почему они так хорошо подрались в прошлом тимфайте. Можно сделать минус в ответ. Плюс еще у Феникса яйцо на КД. В то время как у IG все кулдауны очень маленькие. И Баунти Хантер спалил Смог. Уходит в инвиз. Просветка. Но его не задевает. Очень здорово сыграл здесь Капитан. Выходит обратно. Ничего не боится. Ну, видимо... Да, может быть успел прокликать, что Сантрея нету. Узнал, что... Как раз искать того самого Алхимика. Читает Алхимика, у которого, кстати, очень скоро закончится ультимейт. Заходит под тавер. Чего они делают? Блинкаут. Ой, какой врыв потрясающий. Вешается солнце. Но ответ очень достойный. В итоге падают вертуса от гирокоптера. Размен пока что 2-2. Рэббит. Не удается зацепить. И Алхимик на хосте продолжает носиться здесь. Вешается солнце от Рубика, который он успел своровать. Восстанавливает себе ману. ХП. Этим временем нашли гирокоптера. Пытаются зафокусить его. Зафокусили гироч. Алхимик стоит сверху. Выкидывает стан с двоих. Но станчик дамажит мало. Потому что всего-навсего первый левел. Как же сейчас Алхимик на своих хосте здесь пробежался? Делает вид, что прикрывает гирокоптер. Ну, точнее, делает вид гирокоптер, что подфармливает. Они в атаку уйдут. Ни хрена себе. Сами АНЖ пошли взамен. Да, пошли. Иллидан пытается раскастоваться. Влетает в него стан. Теряет очень много ХП. Теперь ультимейт будет слабый. Иллидана забирают до ульта. Почему же ты его не кастанул раньше? Феррари продолжает выжигать. Вешают на него трек. Дают станчик. Но он очень толстый. Тут же дают ультимейт. Разрывают баунти хантера. Феникс у нас улетает чудом. И, боже мой, IG выигрывает эту драку. Алхимик уже фуловый за счет хиллодазла, за счет ультимейта. Может быть даже байбэка нет. Просто базу идут ломать. Нифига себе! Они поднялись на ХГ. А чё бы и нет. Вот это да. Что еще они делают? А чё бы и нет. Хотя как-то больно Тавру. Чё-то он быстро падает. Может быть, потому что Алхимик тут все-таки 150 урона. И напомню, что Алхимик самый жесткий и множитель атаки. Тем временем залетает Фобос. В ВКБ станчик, в Алхимик. Но Алхимик живет. Пытается всей командой сломать яйцо. И это получается. Забирают также Лешего с флэка. Иллидан встревает минус Иллидан. Все это происходит на базе ВП. И это минус сторона. Как минимум. Да, как-то все слишком просто для Invictus Gaming получилось в этой игре. Просто разложили по одному. Ну, я бы сказал другое. То, что просто урона в ВКБ нет. Если посмотреть на замес, да. Ну, нажал ВКБ Гирокоптер. И кто его убьет? Там Морф, который сделает с него рефликейт. Ну, пошел Феррари бить базу. Его бьет Вышка, но ему вообще абсолютно пофиг. У него там супер-реген будет с Тараской. Закидывает Тос. Ну, так-так не получится убить. Тавр забрали, все. Нужно идти в спину. Лоб-лоб. Это просто этот монстр, такая-то Годзилла, взрывается на базу и попробует ее завали. Ну да, вот он включает реген. Главное не прыгать в Алхимика. Прыгают в Алхимика. Алхимик юзает манту. Уходит. Гирокоптер с флэк. Так, расстреливает всех. Убивают Алхимика, но это минус БХ. Это минус ЦК. Висит яйцо Феникса, взрывается. Но Гирокоптер с Аегисом продолжает расстреливать. Чуан поднимает воздух Лила, Фобос минус, Лил минус. В общем, Алхимика они убили, но они влили в него все. И на Гирокоптера не осталось вообще ничего. Ну да, есть такой момент, что Алхимик, надо понимать, что это был танк. Все-таки основной дэмэдж выносил Гирокоптер и просто 3000 урона по всей команде. Ну, вау. Ай-Джи показали действительно уровень. То есть, как они спрогрессировали буквально за два месяца, это фантастика. То есть, ну, очень мало ошибок, мало загулов, четкая стратегия, хорошая реализация. И вот это молодцы, при том, что они играют со стендином.